МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня на территории Гомельской области будет сплошная облачность. Осадков не прогнозируется. Днем воздух прогреется до 13 градусов. Ветер северо-западного направления скоростью до 5 метров в секунду. Начнем выпуск с информации о выставках, которые сейчас открыты для гомельчан. Но сначала напомним, что картинная галерея Гавриила Ващенко предлагает поучаствовать в проекте «Один на один с искусством». Желающие могут забронировать лично для себя и своей семьи посещение выставок на определенный час. А галерея обеспечит отсутствие других посетителей в здании в это время. Информацию о том, где и как оставить заявку на индивидуальную экскурсию, можно найти на сайте галереи и в социальных сетях. Во дворце Румянцевых и Паскевичей можно увидеть графические и живописные работы художника Геннадия Говора. Отмечено, что автор обладает оригинальным видением и уникальными решениями тем и сюжетов. Его произведения гармонично дополняют друг друга. Этого удается добиваться благодаря авторской манере исполнения. Сочетание изобразительного и поэтического языков стало оригинальной основой творений Геннадия Говора. Планируется, что выставка будет открыта до 24 мая. В библиотеке имени Герцена продолжается выставка «Полотен вышитых узор». Автор – гомельский мастер Светлана Корбут. В экспозиции работы, выполненные в технике «Гладь». Это сюжеты, вышитые по мотивам известных живописных картин, а также работы сельской и городской тематики. Посетители смогут узнать некоторые секреты, известные только мастерицам вышивки. Вход на выставку свободный, а желающие могут также познакомиться с работами, не выходя из дома. На сайте библиотеки и на страницах в социальных сетях. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Гомельская Центральная городская библиотека имени Герцена проводит выставку, инсталляцию «Треугольник Победы». Она размещена в окнах библиотеки. Экспозиция организована в рамках проекта «Живет Победа в поколениях». Познакомиться с проектом также можно на сайте библиотеки и в социальных сетях. К 75-летию Великой Победы областной драматический театр подготовил онлайн-премьеру спектакля. Называется он «Небесный тихоход». Это новая постановка о любви, чувствах, которые помогают преодолеть тяготы войны. По сюжету трое друзей фронтовых летчиков дали друг другу слово не влюбляться до конца войны. Но что делать, если обещания способны раствориться, когда на горизонте появляются прекрасные девушки? Да, не просто девушки, а почти ангелы. И крылья у них есть, их верные самолеты, небесные тихоходы, легкие ночные бомбардировщики У-2. Онлайн-премьера спектакля состоится сегодня на официальном ютуб-канале Гомельского областного драматического театра. Два объединения по интересам областного дворца творчества «Юный мультипликатор» и «Мир красок» создали мультфильм «Ко дню Победы». Называется он «Воспоминания». Это небольшой рассказ о ветеране. Мультфильм начинается с того, что главный герой заходит в комнату и включает телевизор. А в новостях говорят о том, что Беларусь отмечает 75-ю годовщину Победы. И тут ветераны охватывают воспоминания. Частью мультфильма стали более тысячи кадров. На работу ушло почти два месяца. Итог. Победа в республиканской выставке-конкурсе детского творчества «Салют Победы-75». К следующим новостям. Белпочта проводит акцию к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Белорусы, достигшие 75-летнего возраста, смогут бесплатно получить набор из трех почтовых карточек с оттисками специального штемпеля вместо марки. Получить эти почтовые наборы можно до 9 мая, а бесплатно отправить по стране до 15 числа. Список почтовых отделений, где можно поучаствовать в акции, размещен на сайте Белпочты. А если заявку на получение открыток сделать по телефону, то наборы можно будет найти и в своем почтовом ящике. Смотрите в нашем эфире телесериал «Неравный брак». Это история о вынужденном союзе двух совершенно разных людей. Алисе 20, она учится в институте и мечтает выйти замуж за своего парня Егора. Он делает ей предложение, и Алиса счастлива. Но всем ее мечтам приходит конец, когда она узнает, что ее отец задолжал бандитам огромную сумму денег. А ценой расплаты может стать его жизнь. Чтобы помочь отцу, Алиса соглашается на брак по расчету. Ее мужем станет пожилой богатый мусульманин. Он обещает быть ей примерным мужем, но юная Алиса отказывается разглядеть в нем человека. Как сложится совместная жизнь главных героев? Смотрите на телеканале «Беларусь-4 Гомель» в 17.05. Пять туров, пятерка игроков в каждой из двух команд и харизматичный ведущий. Каждую неделю команды школьников из Гомельской области борются за победу в интеллектуальной викторине «Эрудит пятерка». Проект призван найти знающих, инициативных и находчивых ребят. Их эрудиции удивит не только сверстников, но и взрослых. Ведущий программы Леонид Климович готовит для команд множество занимательных вопросов. Участники игры проявляют свои лучшие качества, умение грамотно распределять силы и строить выигрышную стратегию. «Классный час» – детская познавательная программа на телеканале «Беларусь-4». Это первая передача в региональном телеэфире, созданная профессионалами и детьми для детей. Все о жизни, увлечениях и учебе в школе глазами подростков. Авторы передачи задались целью воспитания и образования детей и юношей. Проект выполняет развивающую, образовательную и развлекательную функции. Он направлен на развитие нравственности, общечеловеческих ценностей, поддержание качественного, интеллектуального и культурного уровня молодежи. Целевая аудитория – дети от 10 до 16 лет. Включайте телеканал «Беларусь-4» в воскресенье в 12.40. По понедельникам в нашем эфире на важные вопросы жизни региона отвечают участники интерактивной программы «Диалог». Это руководители управлений и комитетов Гомельского облсполкома, предприятий и организаций. Открытый разговор помогает решить волнующие проблемы. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в понедельник в 19.20. Номер телефона прямого эфира – 34.00.43. 9 мая – в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В эфире телеканала «Беларусь-4 Гомель» телемарафон с Днем Победы. В прямом эфире с 10 до 15 часов вы можете передать свои поздравления с праздником Победы. Оставляйте сообщение на наш вайбер. Номер телефона плюс 375, код 33-34-22-430. В каждой белорусской семье есть своя история с войны. А в семейном альбоме – фотографии тех лет. Откройте свой семейный альбом, найдите там военные фото и станьте участником нового проекта телеканала «Беларусь-4», посвященного 75-летию Великой Победы. Пришлите эти фото на программу «Добрый вечер, Гомель» и мы покажем эту историю в прямом эфире праздничного телемарафона на телеканале «Беларусь-4» в День Победы 9 мая. Присылайте свои фото с описанием и историей. Расскажите всем, как ваша семья внесла вклад в общую Великую Победу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый день с вами встречали «Утренний фреш» и я, Александр Лупининко. Пусть сегодня ничто не сможет испортить ваше хорошее, а главное – весеннее настроение. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует...